Господи, дай нам мудрость, усидчивость, долготерепение и дальше, и дальше познавать Тебя, слышать Тебя, чтобы исполнить Твое предназначение на нашу жизнь, чтобы прославить Тебя, чтобы действительно быть Вадимом Духом Святым и познавать Тебя каждый день, радоваться, ходить в истине. Ибо Царство Божие — это не пища и пятие, а праведность, мир и радость Духе Святом. Благодарим Тебя, Господь. Слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа, имя Иисуса. Итак, мне задали на перерыве один вопрос интересный, который, в принципе, стоит внимания, особого внимания, поскольку я уже говорил, что иногда неправильный перевод, неточный перевод множественного числа или единственного числа, в котором находится в оригинале Писания. Это слово может менять целые доктрины. Доктрины. Целое учение, которое выдвинули и сотворили человеки. И вовсе не то, что имел в виду или евангелист, или сам Господь Иисус, или апостол Павел, когда писал, Петр или другие, когда писали послание. Они вовсе, может быть, и не то имели в виду. Но из-за неправильного, неточного перевода хоть одной буквы, одной буквы, меняются целые доктрины. И наглядный пример этому. Вот как раз тот случай, когда брат подошел, видите, и говорит, Александр, вы не остановитесь на месте Писания, где говорится о том, что она спасется через щедородие, если приводит вере, любви и святости, целомудрие. Да, хорошее местописание, интересное. И все по-разному его толкуют, учения разные выдвигают. Кто-то говорит, что чем больше нарожаешь, тем лучше. Потому что написано, спасешься через щедородие. Я, слава Богу, знаю таких сестер, жен, которые, слава Богу, много имеют детей, и прекрасных детей, благословенных детей. Все они служат Господом. Кто-то едет одного-двух, в зависимости от физического здоровья. Господь позволил только иметь там троих или четверых. Но, есть одно но. Строить эти взаимоотношения в семье, на том, что написано, не совсем так, что имелось в виду, не совсем правильно. Рождать детей, не зная, что говорит конкретно священное писание на сей счет, тоже неправильно. Потому что дети — это не сорняки, которые сами по себе растут в огороде, и не важно, кто из них получится, кто из них вырастет. Вы встречали случаи, когда у верующих родителей, а иногда даже бывает у пастырей, дети занимаются не тем, чем хотелось бы, чтобы они занимались. Мало то, что они, может быть, в церковь вообще не ходят, на служение не ходят. У них образ жизни, либо у них круг их общения, такой, что дальше уже некуда. Все это прискорбно, но бывают случаи, когда у верующих родителей дети, не верующие, говорят, мы не хотим быть такими, как вы. Потому что родители не являют эту любовь, не показывают эту любовь. Потому что в церковь они пришли на виду пастыря, на виду служителей, хорошие, а дома скандалят, ругаются, ссорятся. Дети это все это видят. Вы в церкви одни, а дома вы совершенно другие. Это лицемерие не устраивает. И они начинают бунтовать против родителей. Причин тому, почему дети не следуют стопам родителей, когда они ходят в истине, в праведности, в святости, много. И очень печально, когда родители действительно не ходят святостей, и дети уж тем более не являют собой пример христианских детей и христианских родителей. То, какие у них папа и мама хорошие, чтобы и они показали, что они тоже мы достойны своих родителей и Бога нашего. Так вот, чтобы обратиться к этому местописанию, давайте откроем с вами сенодальный перевод. 1 Тимофея 2.15 Читаю. Что записано в послании апостола Павла в первом послании к Тимофею, царая глава, 15 стих. Ну, вообще-то, лучше написать, написать, прочитать, прочитать с 10 стиха до конца. Но дорогоми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестью, жена доучится в безмолвии, со всякой покорностью. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо жене, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впала в преступление. «Впрочем, спасется через чадо родия, если пребудет в вере и любви и в святости целомудрием». Прочитав такой стих, у вас возникло, могут возникнуть как некоторые вопросы. Естественно, вам хотелось бы уточнить, а как же, как же понимать этот стих. вы тут же можете обратиться к комментариям. Комментариям всевозможных Библий. Не нашли там должного ответа. Хотя там можно найти. Можно посмотреть другие переводы. Лучше всего, если посмотреть подстрочный перевод греческо-русский. Потому что, если мы обратимся, допустим, к другим переводам, хорошо, отложим синодальный перевод, обратимся, допустим, к переводу «Радостная весть». Слышите? Тоже Россия. Что здесь написано? «Пусть жена учится, молча, в полном послушании. Я не разрешаю женщине учить или руководить мужчиной. Пусть молчит со склицательным знаком. Ведь первым был создан Адам, а потом уже Ева. И обманут был не Адам, эта женщина была обманута и стала нарушительницей. Впрочем, и она будет спасена, рождая детей, если, конечно, будет жить с верой и любовью свято и разумно». Да, понятно. Откроем. Положим сторонку. Откроем, допустим, еврейский Новый Завет в переводе Давида Стерна. Что в нем мы можем прочитать? Первое послание к Тимофею. в нем написано. В нем написано. Пусть женщина учится в мире, полностью подчиняясь. Я же не позволяю женщине учить мужчину или иметь над ним власть, но пусть будет тиха и мирна. Немножко уже по-другому. Тиха и мирна. Не то, что там безмолвно. И мирна. Что имелось в виду и мирна? Шаломи. Ведь сначала был сотворен Адам, а затем Хава. Кроме того, не Адам поддался обману, а женщина, которая, будучи обманутой, оказалась причастна ко греху. Ага. Уже лучше. Будучи обманутой, оказалась причастна ко греху. Класс. Не впала там? Как написано в Синодале. Тем не менее, женщина будет спасена рождением детей при условии, что он не утратит доверия и любви и будет вести святую жизнь в скромности. Нормально. Отложим. Читаем теперь, что отец Турканяк перевел Рафаил. На украинский море Новый Завид. Десятый стих. Десятый стих. Да. Створенный первым, а потом Ева. И не Адам спокусился, а жинка, будучи спокушена, потрапила в преступление. В преступлении. Та спасется вона народжением детей, якщо буде перебувати у вири любови та святости с рассудливостью. Интересно. Ну, откроем, прежде чем я прочитаю последнюю версию вот этого вечного Евангелия. Десятого стиха. Я прочитаю, что написано в оригинале. Не все, хотя бы последний стих 15-й, 2-15. Нет, все, это много времени займет и трудно будет для восприятия. Но которое подобает женщинам, обещающимся благопочитанию через дело о доброй. Женщина в тишине пусть учится в всяком подчинении. Учить женщине разрешаю и не самовольничать над мужем, но быть в тишине. Адам ведь первый был вылеплен, затем Ева, и Адам не был обманут. Женщина же обманутая в преступлении сделалась. Будет спасена же... Иди сюда. Хочу, чтобы мы засвидетельствовали. Будет же спасена же через деторождение. Если останется в вере... Как ты читаешь вообще? Читай то, что написано. если останутся в вере и любви и освящении с благоразумием. Теперь послушайте, что говорит Писание, если дать ему литературную обработку. То есть, как положено, мы читаем не вот таким механическим порядком, который так, а то, что говорит, как говорит оригинал, но с библейским изложением, как мы привыкли к восприятию нашему построению, литературному построению. А добрыми делами, как подобает женам, посвящающим себя благочестью. Пусть жена учится в умиротворении, в полной покорности. Слово умиротворения здесь износка. Споки, мыр, умиротворение, тыша, безмомнись, мовчание. Пусть жена учится в умиротворении, в полной покорности. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в покое. Ибо прежде был создан Адам, а потом Ева. И не Адам был прельщен, а жена, прельстившись, была вовлечена в преступление. Она никуда не пала. Ее вовлекли в преступление. «Впрочем, будет спасена через деторождение, если прибудут множественное число в вере и любви и святости саламудрим». А о чем речь здесь идет? Что значит «если прибудут»? Да потому что апостол Павел имел прежде всего детей, которых она рождает. Если ее дети не будут бандитами с большой дороги, наркоманами или убийцами, понимаете, а прибудут ее дети, которых она родит в вере, любви и святости саламудрим, то этот плод рождения этих детей это будет ее как служение. Потому что она уделяет очень большое внимание, чтобы воспитать их, кроме того, что родить. Надо их еще накормить, обуть, одеть, обучить. Да, отец приносит в дом необходим материальное обеспечение, но кормит детей и материально, и духовной пищи прежде всего от груди с молоком матери себя впитывает, он всасывает ее. Учение Иисуса Христа от матери. Иисус воспитывался в любви Марии, Мариам. Ишу воспитывался в любви своей матери, потому она его не била, она не позволила, чтобы он там занимался чем считает нужным. Нет. Он был хорошим плотником до 30 лет, вы помните, прежде чем вошел в служение. Он изучал Священное Писание. Отец много трудился на том, что он познал эти Священные Писания. Уже в 12 лет он задавал такие вопросы, на которые не могли, даже удивлялись, отвечали когда-нибудь, откуда он знает Писание. Так вот, когда речь идет о том, что если прибудут, множественное число, не прибудет, а прибудут, это пишет так Павел, так говорит оригинал, то имеется в виду, в английских переводах вообще написано, если дети ее прибудут в вере, любви, святости, саламудрием, то тогда вот это ее деторождение засчитается ей как служение, в котором она находилась в течение ее земной жизни. Почему? Потому что воспитать ребенка это не просто до 18 лет, иногда и больше тогда требуется, пока семью не создаст, не отделится, не уйдет. Он живет в доме отца. А до этих 18 лет и год, и два, первые месяцы, пеленки, вы знаете, что такое первые месяцы, когда много детей. Сколько они требуют внимания и заботы бессонных ночей и папы, и мамы. А тем более в те времена, когда Павел Апостол пишет, и мы знаем, что воспитанием детей львиную долю времени занималась мать. Да, отец тоже занимался, посвящал время для воспитания дел, учил читать, и Тору там они учили, Писание учили, священное. Но кто из них на самом деле получится? Много больше зависит от матери. Знаете, как-то я слышал такую пословицу, дурноматы дурной диты. Ну, есть же такая пословица, из песни слова не выбросишь. Если мать не уделяет внимания детям и говорит, да по тебе тюрьма плачет, сто процентов будет в тюрьме. Если мать говорит, да ты же умный ребенок, ты не должен так поступать, ты не должен так делать. Все умненькие детки так не делают и прочее, прочее. То есть положительно воспитывать, а не отрицательно. Если ему говорят, да ты же будущий директор, ты же большой начальник будешь, ты же растешь, точно будешь большим начальником директором. Все зависит от того, как мама, какую любовь она вкладывает в него. Если маме эти дети безразличны, если они не пребывают в вере, в которой пребывает она, когда они видят, что она молится, когда они видят, что отец молится, пребывает в умиротворении, послушании мужа, глава муж, что видит уважение в семье, вот тогда они могут пребывать в вере, потому что обстановка в семье, обстановка веры, обстановка в семье, обстановка любви. Вот тогда дети, которых она родит, через деторождение, если дети ее прибудут в вере, которую они создают в доме, в любви, которую они создают эту атмосферу любви, с целомудрием во взаимоотношениях и к Богу, и к друг другу, и по отношению к церкви, и по отношению к тому, что в семье говорится. Да пастырь у нас такой-то. А все дети слушают. Какой у нас пастырь? И потом у них отношение к тому пастырю. Так что? Церковь это ж класс. Потому что пастырь наш, святой муж Божий. Они всегда слышали. Он очень уважаемый, очень любимый, праведно поступает. Потому что они слышат позитивное всегда от родителей. Кто наш пастырь? Кто наш Господь? Кто наши родители? Кто другие? Кто наши братья и сестры? А не так, что Писание говорит нам, если ты ненавидишь брата своего. А они дома целыми днями только на кухне обсуждают. Что он сделал? Да как ему бы отомстить? Да? Нет. Родители это как губка. Они впитывают все от своих родителей. Дети как губка. Впитывают все от своих родителей. Поэтому если они пребудут в вере, любви, святости Соломой, то она, воспитавшая их таких последователей. Я знаю одного епископа в нашем объединении. У него 12 детей. Все имеют высшее образование. Все учатся. Все последователи. Он сам пастырь церкви. Большой церкви. Хороший. Мы в один день с ним, кстати, родились. 22 февраля. Сергей Васильевич. Вот, когда жена его, не имея даже служения в церкви, спятаться через деторождение. Потому что честь, слава и благодарение Господу за таких родителей, которые воспитывают детей в трудолюбии, в желании учиться, в желании познавать. И Бог обеспечивает. И семью, и дом, и работа, и всем. Всем необходимо. Он не живет на этом самом там приношении. Нет, нет, нет. У него прекрасная работа. Прекрасный бизнес, который он, я бы сказал, контролирует. Который работает уже на него. Это потому что, действительно, когда он еще был, тогда он еще занимался бизнесом, он еще тогда не был пастырем. Но он его не оставил. Бизнес теперь работает на него. Он занимается церковью. Занимается тем, чем Бог призвал. Речь идет о том, что какое наше отношение, взаимоотношения с Богом и друг с другом. Такие дети будут. Он любит свою жену. И дети это видят. Жена уважает своего мужа. И дети это видят. Потому и это не просто те, которые, знаете, растут там без присмотра. Только тернии хорошо растут без присмотра. А за цветами надо ухаживать. Поэтому я считаю, что нормальное описание, нормальное местописание, когда мы читаем нормальный перевод, нормальный комментарий. Но когда читаем один перевод, второй перевод, третий перевод, пока не обратились к первоисточнику, не задумывались, а почему написано множественное число, почему останутся, прибудут. О ком здесь речь идет? Может, о мужей жене? А может быть, о мужей жене и о детях? А может, о всех вместе взятых? Конечно же. Здесь нельзя отделить детей от детей, от родителей, а родители от детей, вот если только муж и жена прибудут, уверили, тогда она спасется. Нам все равно там, как там дети. Муж с тобой в нормальных отношениях? Нет, нет. Это все одно целое. Муж и жена одно целое. И дети, которые они как плод любви, тоже одно целое. Пока они не стали самостоятельными и неотделимыми, тоже одно целое. Потому и говорится, если приводят в вере любви, святости целомодрием. То есть и жена, и дети ее, и муж ее. Потому что здесь так отделить нельзя. Есть вера детей и вера родителей. Это разная вещь. Нет. Какая вера у детей? То, что вы посеете, то, что вы сеете в настоящее время. То, что человек сеет, не посеет когда-то, а то, что сейчас человек сеет. Так Писание говорит. То, что человек сеет, то и пожнет. Сеет огурцы, пожнет огурцы. Помидоры не пожнет. Да, за тем, кто поднимается, растет детей. Поливать надо, ухаживать, заботиться, молиться с ними. Учить их молиться надо. Если. Если недолго. Коротко. Я просто недавно слышал такое еврейское мнение по поводу того, кого считать евреем. Меня тогда это очень так удивило. Но оно очень согласуется, кстати, с тем, что вы сейчас рассказали, что настоящим евреем считается тот, у кого и дети, и внуки остаются богобоязненными евреями. Да, это хорошее определение, хорошее мнение. Я бы сказал, вы настоящие, не только евреи, настоящие верующие в Господа Иисуса Христа остаются тем, кто не просто его любит, а по плодам их узнаете их. По плодам. А дети как раз это плод любви, мужа и жены. Давайте еще обратимся к этому интересному моменту, когда людям проповедуется Евангелие и рассказываются определенные доктрины, разное понимание, независимо от того, что написано и что ли говорит Евангелие, что говорит оригинал греческого текста. Дело все в том, что не надо порой строить доктрины, которые выстроены на неточном, неправильном переводе. Люди начинают заниматься умствованием. Ну чего, когда такое не говорится в Писании? И понятно, почему так говорится. Мне очень нравится одно местописание, которое написано в Евангелии от Луки, 22 глава. Давайте обратимся к Евангелию от Луки, 22 глава, и почитаем, что здесь говорится. Сейчас скажу. Давайте себя приготовим сначала к 22 главе Евангелия от Луки. А вот это дай на гелаль, вот здесь есть фиангелия от Луки, а потом я беру до Мащелия от Луки. Вот здесь, мы берем в Мащелы от Луки, на Мащелы от Луки и с того, что линин, вычет, что я беру, и улажはいе, и у Луки. Продолжение следует... А если умрет, принесет много плода. Значит, упавший в землю, принести плод – это нормально. Правильно? Выходит логично из... Это просто говорю о том, что Иисус говорил. Это не значит, что в «Заостровой главе» он написан. Я говорю предварительно. Для того, чтобы вам потом легче было понимать, что написано в «Заостровой главе». Следовательно, если мы являем собой прообраз этого зерна, то это хорошо – по землю быть посеянным в этом мире, словно пшеница, чтобы принести много плода. Правильно? Вывод такой напрашивается. Неважно. Тогда почему? В Евангелии от Луки, сейчас мы будем читать этот стих, «Сатана настаивала сеять нас, как пшеницу». Помните? Вот «Сатана настаивала сеять вас, как пшеницу». Просеять. Синодальный перевод говорит «сеять, как пшеницу». Правильно? Говорит так синодальный перевод? Да. С 31 по 32. 22 глава. Вот мы читаем в синодальном переводе. Евангелие от Луки, 22 глава, 31-34. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Почему вдруг Иисус обратился к этим словам с предупреждением Симона, Симона? Что случилось? Дело все в том, что перед этим у них произошел разговор. Произошел не просто разговор, а спор. В 24 стихе, в 24 стихе, тоже главы мы читаем. Произошел же спор между ними, кто из них должен считаться большим. Он же сказал им, то есть Иисус сказал им, «Цари народов господствуют над ними, и властвующие над ними называются благодетелями. Но вы не так, но больший у вас пусть будет, как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больший, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? Я же среди вас, как служащий. Вы же пребывали со мной в испытаниях моих. И я завещаю вам, как и завещал мне Отец Царства». Очень важный стих. Иисус говорит, «И я завещаю вам, как и завещал мне Отец Царства». И тридцатый стих. «Чтобы вы ели и пили за трапезой моей в царстве моем и воссели на престолах судей двенадцать колен Израилев». Здесь мы сделаем паузу. Вот представь, Виктор, тебе пришло письмо, ты его вскрываешь, а в этом письме говорится, вам оставлено наследство в США, в США, в Канаде, или еще где-то во Франции. Ну, мы и так, отлеченно говорим. Добрая весть. На большое имение, на большую сумму, несколько миллионов долларов оценивается ваше состояние. Даже, может быть, десятка миллионов долларов. И во времена Советского Союза за переписку, переписка вся проверялась, уточнялась. Людям говорят, «Да оформляю наследство». «Да не буду, потому что за связь за границей, все. Лишишься работы, лишишься, кто был партийный билет, партийного билета лишишься, всего лишишься». И люди некоторые отказывались, даже не оформляли. Хотя приходили такие извещения из Канады, откуда-то еще. Кто-то из родственников у них умирал. Служба специальная юридическая разыскивала их. И они писали отказ от такого наследия. «Ну, ты, будучи свободным...» «А почему?» «Мне оставили наследство, я им воспользуюсь». Не для того, чтобы царствовать, а для того, чтобы пригодиться, для служения пригодиться. Может, там колледж какой-то организовать, может, еще что-то. Мало ли чего. Что Господь тебе откроет, что с ним делать. А Господь говорит, я хочу, чтобы и ты там жил, и ты там служил, и ты там поклонялся, и братьям с сестрам принимал, и своим жильем, может быть, даже служил. Мало ли чего. Говорит, я не отказываюсь, я буду наследовать. Что для этого нужно? Тебе заповедали наследство. Подойти в необходимые органы, оформить все документы, войти в наследство. Тебе нужна для этого брань какая-то? Особо духовная брань. Или там битва. Или вооружаться. Ребята приглашают, нанимают каких-то работников в охрану. Или как мафия обычно. Раз-два. Приезжают сразу. На машинах. Все оккупируют. Это наши, мы документы имеем. Все высаляетесь отсюда. И показывают, что они теперь наследники. Тебе ничего, это не надо делать. Документы подтверждают, что ты являешься наследником, потому что отец тебе заповедал, допустим. Или кто-то из других. Заповедал все законы, ты наследуешь. Тебе надо силой брать. Это наследство. Силой брать. Тем более. Не надо. Я вам дам домашнее задание. Сегодня. Прямо сейчас даю. Исследуйте, пожалуйста, место Писания. Мы завтра о нем будем говорить. Евангелие от Матфея. 11 глава, 12 стих. 11 глава, 12 стих. Вы можете прочитать всю главу. Можете прочитать всю Евангелие. Это дело ваше. Но я говорю, что ключевой стих, на который мы завтра с вами будем говорить, это 12 стих. 12 стих. А в отношении того, что мы сейчас говорили, давайте продолжим дальше. Вот они, ученики его, ученики Иисуса Христа, услышали это Иисуса в отношении царей, господствующих, начальствующих, больше и меньше. Ибо кто больше, он говорит, или кто служащий? Вы же пребывали со мной в испытаниях, и я завещаю вам, когда встречал мне отец царства, чтобы вы ели и пили за трапезой моей. Видите, о чем он говорит? Он говорит тут же в этих словах, после того, как он заповедал им царство, как и отец мне заповедал, я вам заповедаю царство. Чтобы что? Вы ели и пили? Вы все сидящие так же, чтобы были, находились там, на небесах. Кто в тронном зале, кто в другом зале. Ну, все на небесах. Чтобы ели и пили за трапезой моей, в царстве моем, и в оселе на престолах. Зачем в оселе на престолах? Чтобы судить 12 колен Израилев. Представляете, какая ответственность? Мало того, что есть и пить за трапезой его, да еще и судить 12 колен Израилев. Разве это не возлагает ответственность на тех, кому он это говорил, ученикам своим? Возлагается большая ответственность. Но вдруг такой переход. Говорит про трапезу, про царство. Ели и пили, чтобы судили. И вдруг перевод Симон, Симон. Представляешь? Тут же Симон, Симон. И сказал Господь, Симон, Симон, вот сатана упросил просеять вас, как пшеницу. Виктор, иди сюда. Смотрим, что говорит оригинал на сей счет. Это 22 глава, стих 31. 22 глава, 31 стих. Итак, Симон, Симон. Вот сатана что сделал? Вытребовал вас, чтобы просеять, как пшеницу. Хорошо. Я же умолил за тебя, чтобы не исчезла вера твоя. Хорошо. Речь идет о том, что действительно адренал говорит, что это не просто слово «сеять». Там есть предлог, вернее, приставка там есть к этому в оригинале греческого. Есть приставка, которая обозначает, что нужно просеять. Слово «просеять» обозначает, что мы что-то удаляем, то, что негодное. Например, когда приходилось время, когда ваша мама или кто-то другой, бабушка, может быть, приготовляя пирожки или пирожное, или торт, муку просеивает. Сито. Муку высыпает, просеивает. А потом смотрит туда, говорит, ва, сколько там нитки всякие, там камушки, и что-что-что. То, что мы не употребляем в пищу, то, что негодное. Оно остается в сите, и это потом выврасывает. Просеивает муку. Разве зерно пшеницу не просеивает? Тоже просеивает. Тоже смотрит, где плевелы, а где не плевелы, где настоящее зерно. Потому что зерно-то, оно тяжелое, а плевелы ветер развивает и уносит, просеивает зерно. И они так делали всегда, просеивали зерно, чтобы выявить, кто наполненный, а кто не наполненный. Иисус не помазывает пустые сосуды, наполненные сосуды помазывает. Вы наполняете словом, когда пребываете в слове. Когда в нем пребываете. Вы тогда наполненные. И когда, если вас будет уже просеивать, то вы будете как тяжелое звено. И чем тяжелее зерно, тем больше в нем содержимого. Оно крупнее, больше. Если оригинал говорит, вот Сатана, искал Гапсул Симон Симон, вот Сатана упросил просеять вас, как пшеницу. Я же молился о тебе, чтобы не исчезла вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди своих братьев. После этих слов, где он говорит о том, что вы будете сидеть за трабезой моей, вкушать, будете судить двенадцать колен Израилю, вдруг обращается к Симону и говорит, Симон, Симон, вот Сатана упросил, то есть уговорил, убедил Бога Отца, то есть это значит Сатана пришел к Богу Отцу среди сынов человеческих, ну как написано в книге Иова, помните? А явился пред Ним и говорит Богу Отцу, что Иисус присутствовал при этом разговоре, потому что, говорит, Сатана упросил. И говорит Сатана, да они недостойны сидеть и судить двенадцать колен Израилю, они недостойны вообще войти в наследие. Говорит, ну я упросил, упросил. А почему Сатана говорил, не недостойны? Потому что он знал, что он знал, что Петр предаст Иисуса, Иисус тоже это знал. Почему он знал, что Петр предаст Иисуса? Потому что Сатана хорошо знал, что еще в Петре. Что еще в Петре есть? Что есть еще в Петре? Вы знаете, не все мы еще совершены пока. У нас еще есть столько много того, что нужно, чтобы мы стали другими. И иногда, порой, Бог помещает нас в такие ситуации, когда, если бы кого-то, дай Бог, чтобы это не было, поместили из вас в обстоятельства Иова, то, наверное, вы не реагировали, как Иов. Вот когда происходят в жизни людей какие-то очень тяжелые, сложные обстоятельства. У нас одна сестра в нашей церкви, Таня Макуха. Она потеряла сына, мужа потеряла. Она чуть не отошла от Господа. Но слава Богу, слава Богу, что она еще больше горит в огне по нем, в жажде, в любви, в взаимоотношениях. Сын 23 года всего был, утонул. Был наркоманом, отсидел и вышел, начал хорошо работать, так все прекрасно, все с ребятами заплыл далеко. Днепр его затянул, катер шел. Не нашли. Тяжело людям переживать те обстоятельства, которые случаются в их жизни. И Бог знал, Иисус знал, Сатана знал, что еще в Петре, и не только в Петре. Он говорил, что они недостойны сидеть, восседать, да еще и судить. И потребовал, настоял и упросил Бога, чтобы просеять вас, как пшеницу. И он предупреждает его, говорит, «Ну, я упросил Бога Отца, уговорил, убедил его. Я же молился тебе, чтобы не исчезла вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди своих братьев. Утверди своих братьев». Естественно, мы знаем, что знаем, что мы знаем. Что Петр как отреагировал? Что, Господи, я с тобой даже готов идти в темницу на смерть. Но Иисус, имея дар слова знания, говорит ему, что петух не припоет трижды, как ты отречешься, и трижды отречешься от меня. Еще пени петуха не будет, а ты уже трижды отречешься от меня. Знал это Иисус? Знал. Произошло это? Произошло. Знал, что он в Петре? Знал. Не пришел ли Иисус тогда на озеро Галилейское утвердить Петра в том, что он не упрекает его в предательстве? Ты все-таки ж отрекся от меня, Петр. Да? Неправда? Ну, я ж стоял, я ж слышал, Петр. Ну, сознайся, что ты отрекся от меня. Он ему такого не говорил и не напоминал. Он только спросил, ты, Агапи, меня? Ты любишь меня? А тот отвечает, я Филя у тебя. Мы это все знаем. Эту историю знаем, их взаимоотношений, их этого разговора знаем. И Филя – это дружественная любовь. А Агапи – это безвозмездная любовь, любовь-решение, жертвенная любовь. И надо нам исследовать действительно, почему там сказано «люблю, люблю, люблю, люблю». Трудно понять, почему там отвечают. Там разные слова употреблял Иисус, и разные слова употреблял Петр в отношении там. Он спрашивает, ты любишь меня? Агапи меня тут отвечает, да, я тебя, Филио, я тебя люблю. Разные слова, разное значение. Тот об одном у него спрашивает, тот по другому ему говорит. И там не то, что там овцы, овцы, овцы. Нет. Он сначала говорит, корми ягнят моих. Потому что, когда рождается человек свыше, или заново, свыше, то он как младенец духовный. Ему нужно что? Молоко, прежде всего, забота. Он как ягненочек. Ему нужно поить молоком. Правильно? Вот корми ягнят. Ягнят кормят. Они сами не бегают по пастбищу и не питаются. Сначала сказал, корми ягнят. Он как пастырь должен заботиться о ягнятах и новорожденных. Потом второй раз он говорит ему, паси овец моих. Когда да, они ходят, могут сами питаться на загонах. А третий раз ему говорит, корми овец моих. Не просто там паси овец, паси, 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 как в синодаль. Почему третий раз он сказал, кормить овец? Потому что, когда люди приходят на служение, Бог дает пастырю слово, которое необходимо именно для всего для всего стада, для всех членов церкви, для всех овец. Это может быть слово, которое он принял от Господа, говорит, ты будешь проповедовать сегодня на эту тему, об этом говорить. То, то, то. И он излагает все и говорит, это слово действительно всем нужно. Он кормит овец своих. Не просто там проповедовать, нет. Это кормление, которое уже зависит от того, потому что Бог знает, что внутри стада, какую пищу им надо дать, в какое время года, в каких обстоятельствах, все он знает. поэтому Петр, не зная, что еще до конца в нем, потому он горько заплакал. Иисус-то все знал. Поэтому и диалог произошел, что сатана уговорил просеивать вас, как кого? Как пшеница. Да, чтобы мы, мы порой помещаемся в такие обстоятельства, чтобы мы лучше знали. Чем больше давление, тем лучше для нас. Почему? Потому что все, что ты еще не знал, что внутри тебя есть, оно выйдет наружу при определенных обстоятельствах. Ты будешь лимитаться или там плакать, или рыдать, или сокрушаться, а другое наоборот уйдет в молчание. Третье будет только молиться. Четвертое будет поститься, молиться. Каждый будет реагировать по-разному. Но Господь хочет, чтобы мы реагировали на все обстоятельства, так как Он реагировал. Не реагировал там гневом на гнев, оскорблением на оскорбление. Вы помните. Только лишь пройдя все эти испытания, как золото, семь раз переправленное, очищенное, вот тогда, тогда Он сможет нас употреблять в полноте того служения, к которому Он нас готовит. Потому что вы станете большими начальниками, большими служителями в теле Христовом. И потом подступит сатана, потому что когда он подступал к Иисусу, написано там, ушел до времени. До времени. Он потом к нему снова подступал. Потом, если вы сейчас не разделаетесь, как по книге Давида, книге царств, отличное учение, там, обучение на царствование, не пройдете все эти необходимые очищения, укрепления, вери во всем, то потом, будучи большим служителем, если сатана подступится, мы знаем много примеров в том мире христианском. Развелся с женой, женился на секретарше, и все, и пошло, и поехал. Какой позор для тела Христова. Разве это нет? Или когда узнали, что этот председатель, который возлагаляет все там какое-то объединение громаднейшее, многомиллионное, узнали, что он гомосексуалист. Ва! Это же какой позор, понимаете? Так вот, Господь хочет, чтобы мы от начала очистились от всего того, что еще может быть внутри нас, что позволит нам считать, что мы уже готовые, мы уже такие стойкие, такие мудрые, такие сильные, такие апостолы, такие пророки, что куда там уж, а когда поступает очень незаметно Мамона, куда все это девается, вся эта мишура, которая была внешне, и ради многомиллионных доходов сдают все, не только церковь сдают, родственников сдают, всех сдают, новая жена будет, думают так, полагают, все будет новое, у меня есть бабки, я буду обеспечен, и все, ничего, это все глупость, это сатана, это дух, дух предательства, через Мамону, которая действует, через этот дух идолопоклонства, через дух идолослужения, через разные их другие духи действуют, поэтому очень важно то, что говорил Иисус, бодрствовать, чтобы не войти в искушение, чтобы кто-то стоит, смотри, чтобы не упасть, потому что кто-то думает, что он все гарантировал, нет, очень важно иметь друзей таких, которые всегда тебе скажут, ты на опасном пути, не делай этого, очень важно иметь таких наставников, с которыми ты сможешь всегда поделиться самым драгоценным, самым откровенным, сокровенным, который всегда тебе посоветует, как тебе поступить, чтобы потом действительно это не гремело на все тело Христово, понимаете, поэтому нам нужно что? Учиться, еще раз учиться, пребывать в учении, пребывать в условии сейчас, чтобы иметь опыт, иметь мудрость, иметь эти знания, как применять Писание на деле, потому что Дух Святой многое будет открывать вам. Я вас благословляю, до завтра. Аминь. Продолжение следует...